Не так давно я уже опубликовал информацию о возможных свойствах и применении инъекторов, которые разработчики внедряют в качестве медицинского геймплея, однако релиз патча 3.15 для Эвакати расставил окончательные все точки над И, и разработчики лично поведали нам о том, как действительно будет работать медицинский геймплей в новом обновлении. Поэтому я здесь, чтобы рассказать вам, что за собой скрывает медицина в новом патче. Здрасте, господа! Начну с того, что напомню. Новые возможности версии исцеления Т0 и статус Актра версия Т1 непрерывно связаны друг с другом. Именно здесь игроки начнут оценивать последствия ущерба и принимать соответствующие действия. Эффекты будут варьироваться от незначительного визуала и звуковых колебаний до изменения состояния, при котором игрок сможет на время потерять управление над персонажем и далее смерть. Это новый статус в обновлении, при котором игрок откатывается фактически до состояния тряпичной куклы, не может двигаться и взаимодействовать. Ему остается лишь частичное зрение, которое со временем также его покидает. В этом состоянии персонажу будет отведено определенное количество времени до смерти. Продолжительность состояния может быть разная в зависимости от того, сколько урона и какие эффекты получил персонаж. Кровотечение, обезвоживание или высокие низкие температуры. Соответственно, мгновенная смерть придется как раз на получение максимально возможного повреждения тела. Однако, когда игрок попадет в состояние недееспособности, он сможет при помощи подсказки и специальной кнопки запустить маяк о помощи. Если же рядом с вами есть ваш друг, он сможет воспользоваться медицинским шприцом, который вернет сбитому игроку половину его здоровья. Похилить таким же способом можно человека, который лежит на земле лицом вниз или на спине. Если же у вас есть медицинский пистолет или насадка на мультитул, можно будет использовать их. Однако, если спасение не пришло, наступает смерть и регенерация. После этого игрок будет восстановлен на медицинской койке вместо уже привычной кровати в жилом секторе. Как я уже говорил ранее, местом спавна станет ваша прописка, которую вы выбрали в самом начале захода в постоянную вселенную. Однако, игрок может установить другое место регенерации, посетив любую другую клинику с наличием койки Т1 и Т2. Это также касается кораблей. Сделать это можно будет через специальный терминал. Сбросить свое местоположение регенерации на новое можно будет там же. Если же установленное место регенерации игрока будет недоступно в момент смерти, например, если корабль будет в недосягаемости или попросту уничтожен, игрок вместо этого возродится в своей изначальной прописке. Если же установленное место регенерации игрока будет временно недоступно, к примеру, из-за очереди, то вас заспаунят в жилой зоне. А теперь давайте поговорим о травмах. Когда части вашего тела повреждены, для них наступит время износа. Чем длительнее вы не исцеляетесь, тем сильнее становится износ, который может вывести ваши части тела из строя. Можно будет, конечно, воспользоваться медицинскими ручками. Напомню, их теперь 5 штук. Однако это приведет лишь к увеличению жизни, но не будет влиять на урон от износа. Дальнейший износ той или иной части тела может привести к увеличению тяжести травмы, а они будут дополнять симптомами, влияющие на игровой процесс. Напомню, это визуал и звуковые колебания. Сами травмы по степени тяжести будут классифицироваться на незначительные, умеренные и тяжелые с соответствующим уровнем медучреждений. Уровень 3, незначительные травмы, можно будет исцелить в Катласе Ред. Уровень 2, умеренные, уже придется использовать койки версии Т2 или Т1, если эта травма тяжелая. Триггер на последний уровень травмы заставит игрока, к примеру, полстенечком, если речь идет о повреждении ноги, или вы лишитесь возможности использовать руку. Теперь поговорим об опасных веществах в крови. Каждый раз, когда игроку будут давать какие-то препараты, уровень интоксикации будет расти. Это касается и использования специального оборудования, включая медицинские кровати. Ну и, конечно, употребление алкоголя. По мере увеличения уровня интоксикации наступит состояние опьянения, психотропного или алкогольного. Когда этот уровень достигнет 100%, игрок войдет в состояние передозировки, однако со временем уровень начнет снижаться. Само же состояние передоза приведет к тому, что игрок, войдя в рэгдолл, не сможет двигаться и взаимодействовать, а его зрение будет то появляться, то исчезать. Однако, как только уровень упадет ниже сотни, игрок сможет двигаться. Также в состоянии передозировки персонаж будет получать урон. Чем передоз выше, тем выше уровень. Соответственно, это может привести к смерти. Симптомы травм можно будет временно замаскировать, использовав нужное лекарство. В таком случае здоровье может быть частично восстановлено, а ошламляющие эффекты временно устранены. Получить заветное лекарство можно как из медицинской ручки, так и при помощи медицинских инструментов, пистолета QR-LIFE и медицинской насадки на мультитул. Последние будут лечить при помощи медицинского луча по аналогии с трактор-бимом. Лекарства будут действовать на игрока определенное количество времени. При этом каждый раз, когда мы увеличим дозу, уровень интоксикации будет расти вслед за продолжительностью действия самого препарата. При этом эффективность метода доставки также будет влиять на продолжительность. Самая высокая будет у медицинских кроватей, затем у медицинских пистолетов и, естественно, медицинских ручек. К последним относятся. Гемозал лечит и останавливает кровотечение, восстанавливает недееспособность. Как раз им-то и придется поднимать почти мертвых игроков. Роксофен – препарат, который будет маскировать повреждения конечностей, сгибания, разгибания рук, убирая болезненные эффекты. Демокситрин – маскирует и снижает эффект оглушения, чувствительность к силовым реакциям, в том числе переносу тяжелых предметов и увеличивает скорость передвижения. Стероген – препарат, который будет маскировать кровяное зрение, приглушение звуковых эффектов, снижение выносливости, в том числе максимальной, а также хрипящие звуковые эффекты и силы для ближнего боя. Ресорт жира будет оживлять персонажа во время передозировки, при условии, что он также не находится в недееспособном состоянии. Однако в таком случае сильная интоксикация продолжит наносить урон персонажам. Однако этот препарат вдвое ускорит время распада влияния опасных веществ в крови. Приобрести новые препараты можно будет по всей системе стента. А теперь давайте разберемся, как будет действовать медицинский пистолет. Устройство будет иметь целебный луч, действие которого ограничено расстоянием в 5 метров. Сами устройства смогут ставить диагноз, отображая необходимую информацию о состоянии здоровья, естественно, когда вы направляете устройство на человека. На заднем дисплее будет отображаться количество доступных лекарственных средств, которые медик может использовать. Также на экраны будет выводиться информация о состоянии поврежденных конечностей и рекомендуемых лекарств к применению. Другой дисплей покажет наличие кровотечения, время до смерти и данные о уже вводимых лекарствах и времени их действия. Вдобавок будет также рекомендация по количеству необходимой дозировки того или иного препарата. Игроки, которые войдут в недееспособное состояние в зоне посадки или будут госпитализированы при помощи аварийных лифтов, очнутся в больничной койке. Они получат информацию о причинах поступления, местоположении и госпитализации. Чтобы забронировать место спавна, игрокам придется войти в вестибюль больницы и на стойке регистрации воспользоваться специальным экраном. Приобрести мединструменты можно будет в аптечных пунктах. Вот такая предстанет перед игроками медицина в новом обновлении 3.15. Это тот уровень, который готов предложить разработчик. Если видео было полезным, ставь лайк, не жмись и подпишись на канал. Я вижу статистику и половина тех, кто смотрит, не подписаны. Что за дела, господа? Прожмите подписаться, но и бейте в колокол, чтобы не пропустить очередное видео на нашем канале. А у меня на этом все. Отличных выходных!